Это древнее подземное сооружение обнаружили рабочие во время строительства многоэтажного дома. Для Махачкалы это уникальный случай. На данный момент строительство приостановлено, чтобы ученые продолжили исследовать территорию. Здесь должна была стоять ничем не примечательная многоэтажка. Теперь же это место стало объектом всеобщего интереса. Местные жители приводят сюда своих детей, чтобы показать удивительное подземелье. Сейчас строительство приостановлено, а объект под пристальным вниманием археологов. Точный возраст тоннеля предстоит выяснить по останкам керамических сосудов. Скорее всего, приоритие этого котлована, где мы находимся сейчас, юго-восточная часть его была повреждена. На данный момент мы не можем сказать, был ли это вход в это сооружение или что здесь было, потому что мы видим, что эта часть около 3 метров, 3,5 метра где-то этого сооружения, оно разрушено. Мы не можем сейчас на данном этапе сказать о его возрасте, к какому периоду он относится. Однако в слое рядом с этим сооружением встречена керамика 19 века. Также к этому сооружению идет водовод. В борту того стенки мы можем видеть этот водовод. В республике нередко во время строительных работ находят древние сооружения. По словам археологов, не все считают необходимым сообщать о находке. Но здесь важно отметить, сокрытие и порча исторических памятников влечет за собой уголовную ответственность. Сейчас местные активисты внимательно контролируют процесс строительства. Подтянулись общественники. Есть один парень такой, он знает еще эти моменты. Он обнаружил этот котлован. Не котлован, а этот туннель. Когда он посмотрел, внутрь зашел. Это же историческое такое, археологическое. Люди постоянно здесь они бывают. И еще дали предписание им, советские главы района, потом вот эти наследия памятников. Они тоже дали предписание. Пока не изучат, пока окончательный результат не будет, никакие земель не трогать, копать запрещено. Вот до уголовного дела, если даже тронут. По закону необходимо провести археологические раскопки. Это и определит судьбу древнего сооружения. Специалисты говорят, что есть два варианта развития событий. Либо перенести артефакты в музей и продолжить возведение многоэтажки, либо объявить подземелье объектом культурного наследия и отменить строительство навсегда. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала.